О спасении души Возлюбленные, все вы, оставившие суетные и тленные дела настоящей жизни, стараетесь, чтобы снова не возвратиться к ним, вашей душою. Ведь богатство приходит, слава погибает, красота увядает, все изменяется, рассеивается, подобно дыму, проходит, как тень, и исчезает, подобно сновидениям. Вот почему Соломон и говорит, суета, суета, все суета. А также и Давид говорит, о, как образ, как призрак ходит человек, напрасно беспокоится все те, которые предаются заботам о делах настоящей жизни. Поистине они напрасно беспокоятся, напрасно тревожатся, напрасно подвергаются несгодам, собирая и сберегая то, что они в скором времени должны будут оставить. Чего мы не в состоянии будем взять с собой, но оставивши все, отправимся к страшному судью Нагими, как и родились. Хотя бы мы собрали себе все сокровища, все-таки мы отправимся отсюда Нагими, Омраченными, жалкими, печальными, смущенными, смиренными, сокрушенными, страхи и трепети, Престыженными, скорбящими, опустивши долу лицо свое и скрывая его от стыда. В таком виде пойдем мы, в таком виде воскреснем и предстанем на то страшное и ужасное, чуждое всякому лицеприятию судилище, Где трепещут ангелы, где поставляются страшные престолы, где открываются книги деяний наших, Где река огня неугасимого, где черни укротимы, где беспросветный мрак, Где холодная пропасть, где скрежет зубов, где непрестанный плач, Где неумолкающие стоны, где неутешная скорбь, Где нет места смеху, а только лишь рыдание, Где нет радости, а только стинания, Где нет удовольствия, но суд, где нет места словам, а только трепету. Поистине ужасно слышать возлюбленное, еще ужаснее видеть, Как вся тварь предстанет и даст ответ за слова, дела и помышления, Которыми мы согрешили днем или ночью. Великий будет тогда, братья, страх, и великое бедствие, Какого никогда не было и не будет до самого дня того. Тогда явятся ангелы, зазвучат трубы, Спадут звезды, солнце померкнет, Небо совьется, подобно свитку, Земля поколеблется, Предстанут силы небесные, воскликнут серафимы, Сметется все, что вверху и внизу, Земное и преисподнее, Откроются гробы, Восстанут и соберутся тела умерших, И приготовится судилище. Великий будет страх, неуразимый трепет, Несказанное будет бедствие, Которое наступит тогда, Ужасная зима, Великая скорбь, Тяжкое несчастье, Непрестанное смущение, Великий вопль. Послушай, что говорит Даниил. Видел я, наконец, в ночном видении, Что поставлены были престолы, И воссел вверхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, И волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя, Колеса его, пылающий огонь. Огненная река проходила перед ним, Тысячи тысяч предстояли пред ним, И тьмы тем служили ему. Судьи селись и раскрылись книги. Тогда восприпитал дух мой. Я, Даниил, Видел, и видения головы моей смутили меня. Увы, Пророк устрашился видения будущего суда. Что же испытаем мы, Когда в действительности Пристанем на суд? Когда, будучи собраны от востока солнца Даже до запада, Мы пристанем ногами И обнаружим отягощающие всех нас Бремя грехов. Тогда будут гореть в пламени Языки клеветников, И не найдется никого, Кто остудил бы их. Тогда сокрушены будут Неумолимыми ангелами Зубы злословящих. Тогда задрожат связанные руки Сребролюбцев, И, будучи разрублены на части, Испытает ужасные мучения. Тогда заграждены будут Огнем уста празднословящих, И безо всякого милосердия Будут вырваны глаза у завистливых. Где тогда будут родители, Где братья, Где отец, Где мать, Где родственники, Где друзья? Где надменность царей, Где могущество начальников, Где высокомерие властителей, Где гордость судей, Где рабы и рабыни, Где украшения одежды, Где разноцветные драгоценные камни, Где блестящее золото и звонкое серебро, Где блестящие першни и изысканная обувь, Где одежды и шелка и весона, Где снеди, благовонные мази И бесполезные курения, Где сберегаемые сокровища, Где убранные ложа, Где те, Которые презирали бедных, И не заботились о нуждающих, Где те, Которые мнили себя мудрецами, Которые упивались вином, При звуках летавр, И среди плясок, Где те, Которые вечно смеялись, И засмехались над людьми благочестивыми, Где те, Которые изнуряли работы рабов своих, И презирали страх Божий, Где те, Которые не верили в будущее наказание, И проводили жизнь, Как будто бы они были бессмертными, Где те, Которые говорили, Будем есть и пить, Потому что завтра умрем, Где говорившие, Дай в мое распоряжение сегодняшний день, И возьми завтрашний, Где говорившие, Будем наслаждаться настоящим, И предаваться заботам о нем, Где те, Которые говорили, Бог милосердный, Не накажет грешников, О, Как жестоко раскаются в своих словах те, Которые говорят это, Как будут скорбеть они, Но не будет никого, Кто жалился бы над ними, Как будут стянать, Но никто не избавит их, Как в сильном сокрушении будут говорить они, О, Горе нам, Потому что мы посмеялись над самими собою, Горе, Потому что мы погубили себя, Нас наставляли, А мы не обращали на это внимания, Нас увещевали, А мы пренебрегли увещаниями, Нас предостерегали, А мы не верили, Слушая священное писание, Мы все же впадали в заблуждение, Праведен суд Божий, Мы получаем достойное По делам нашим, Горе нам, Потому что мы за временное удовольствие Подвергаемся вечному наказанию, За кратковременные нерадения Ввергаемся в вечный огонь, И за суетные славы Лишились славы Божией, За мимолетное веселье, Лишенной радости райской, И за богатств, Тленных потеряли богатство Царства Небесного, Мы наслаждались жизни временной, А те, которые лишены были этих наслаждений, Веселятся здесь, Изнурявшие себя постом, Теперь предаются роскоши, Подвязавшиеся предаются веселье В небесном брачном чертоге, Расточившие свое богатство Пожинаются радостью, Плакавшие наслаждаются вечным весельем, Презревшие благо земные Получили небесное, Одни только мы, несчастные, Преданы вечному мучению, И вот теперь мы взываем, Но нет никого, кто смилостился бы над нами, Стинаем, и нет спасающего нас, И так, чтобы я и нам вместе С такими безумцами Не произносить подобных речей В будущей жизни, Придите, предупредим похитителя душ наших, Поспешим, пока еще есть время, Будем сокрушаться, покаемся, Восстанем, молю вас, От сна нерадения нашего, Сбросим с себя бремя грехов И беспечности нашей, Прострем руки наши к могущему Спаси нас и скажем, Господи, спаси нас, погибаем, Поспешим только прежде, Чем зайдет солнце, Прежде, чем заперты будут двери, Прежде, чем наступит ночь, Ведь никто не предается занятиям После того, как будет распущено собрание, Никто не увенчивается, Никто не подвизается после того, Как окончится зрелище, Поэтому поспешим, Необходимо, братья, спешить, И спешить сильно, Чтобы нам поспеть вовремя, Чтобы и нам, Когда мы будем стучаться, Не услышать в ответ, Не знаю вас, Поспешим поскорее, Хотя бы несколько и престиженные, Сколько раз мы оскорбляли Господа, Сколько раз прогнивляли благодетели, Он оказывал нам благодеяние, А мы ежедневно пренебрегаем ими, Он милосерствует о нас, А мы отвергаем милости Его, Он питает нас, Заботится и защищает нас, А мы ежедневно нарушаем заповеди Его, И не стыдимся, Устыдимся же, наконец, Потому что время близко, Наступает день суда, И нам нужно будет дать отчет Во всей нашей жизни, Перестанем же, наконец, Предаваться неумеренной роскоши, И постыдному смеху, Чтобы не плакать горько в будущем, Перестанем злословить, Ненавидеть и обижать братьев, Перестанем собирать себе сокровища, Предаваться злостолюбию и блуду, Предадимся молитвам, молениям, Чтению Слова Божия, Посту и покаянию, Обновим жизнь свою, Исповедуемся, Обратимся на путь истины, Потому что время обращения, Покаемся, будем плакать, Явим перед Господом истинное раскаяние, И возненавидим грех, Понесем здесь, молю вас, Малые труды, Чтобы потом не подвергнуться великому наказанию, Будем, братья, подвязаться заблаговременно, Чтобы не подвергнуться вечным мучениям, Время короткое, Суд продолжителен, Конец близок, Страх велик, И не будет никого, Кто с милостью велся бы над нами, Каждый будет желать вернуть время, Которое он потратил дурно, Но не получит его, Горе клеветнику, Потому что он, горя в пламени, Будет просить капли воды, И не получит ее, Горе неверующему, Потому что он подвергнется Вечному наказанию, Горе нерадивому, Потому что он отправляется К строгому судьи, Горе тому, Кто не предавался подвигам, Потому что он предан будет Неумолимым ангелом, Теряющий золото Находит вместо него другое, Но нельзя найти другого Времени покаяния, Не будем, братья, Щадить тел наших, Но будем изнурять их, Так как блаженны алчущие, И жаждущие, И плачущие, Ведь тело – это земля, И вот наступит час, Придет страшный, Тягостный, Неизбежный день, И земля возвратится в землю, И прах снова станет прахом, Будем же, возлюбленные, Бодрствовать, Умоляю вас о том, Отправимся в путь, Испокоимся, Наступит, несомненно, Наступит час смерти нашей, Не будем же обольщать Сами себя, Пусть, возлюбленные, Мы будем роскошествовать, Пусть будем обогащаться В течение пятидесяти Или ста лет, Потом настанут болезни И старость, А что будет после этого? Слабость и смерть, И тот ужасный час, Которого мы ждем, Которого страшимся, И все же не заботимся о нем, Великий страх обоймет нас Тогда, братья, Так как ужасно видеть, Как душа будет отделена от тела, Великое мучение того, Часа, Когда язык не в состоянии Внятно произнести слова, Когда мы беспрестанно Обращаем взоры Наши во все стороны, Узнаем окружающих нас Друзей и братьев, И все-таки не можем Сказать им слова, Мы слышим, Как они плачут о нас, И не в состоянии Утешить их, Видим скорбящих И рыдающих детей, И переселяемся В иную жизнь Со скорбью о них, Да и что я говорю о детях, Ведь в тот час Мы не в состоянии Заботиться ни о детях, Ни о братьях, И никакая другая Забота не будет Владеть нами, Кроме помышления О грехах наших, О том, Как мы предстанем Перед судьею, Какой ответ дадим ему, Какая ожидает Нас участь. И вот когда мы будем Размышлять об этом, Внезапно явятся Перед нами Неумолимые ангелы, Тогда при виде их Мы, если окажемся Неготовыми, Сильно смутимся, Будем пытаться Убежать садра смерти, Но окажемся Бессильными Сделать это, Будем умолять Жалобными взорами, Печальным лицом своим, Склонять, Просить, Говоряем, Смилуйтесь Надо мною Ангелы, Страшные предстатели Перед престолом Божиим, И не уносите меня, Не принесшего Добрых плодов И нечистого, Судье, Не разлучайте меня Грешно с телом, Прошу и умоляю вас Об этом, Будьте милостивы, Благосклонны, И позвольте мне, Хотя в течение Короткого времени Принести покаяние, Сокрушаться, Плакать, Творить милостыню, Так как я дурно Потратил и провел Свою жизнь, Но ангелы, Выслужав эти слова, Скажут нам, О, несчастная душа, Ты проводила все дни Свои в беспечности, А теперь хочешь Каяться, О, погибшая душа, Солнце зашло для тебя, Время твое окончилось, И Бог повелел Разлучить тебя с телом, Иди И прими осуждение На вечный огонь По делам твоим, Для тебя нет уже Надежды на спасение, Но предстоит тебе Вечное мучение, Возлюбленные, Слыша эти слова И веруя, Что они истинны, Они вымышленны, Будем подвязаться, Прежде чем наступит Тот час, И если мы Привыкли грешить, То исторгим Такую привычку Покаянием, Не будем брать И обольщать себя, Есть будущий суд И вечное наказание, Огонь неугасимый И червь неумирающий, Тьма внешняя И преисподняя, Скрежет зубов И великий плач, Как поведал нам О том Господь В Евангелии, А не приложен тот, Кто сказал, Небо и земля Прейдут, Но слова мои Не прейдут. Поэтому все мы, Проводящие жизнь Свою во грехах, Устрашимся И вострепещем, Приложим свое старание, К тому, Чтобы путем покаяния Сподобиться нам Пребывать со святыми. Не говори, Я украл, Я убил, Я блудодействовал, И меня не примет Бог. Не говори Ничего подобного, Потому что Он принимает всех, Как принял Разбойника, Мытаря И блудницу. Не будем только Отчаиваться, Не будем, Но умолять вас Беспечными. Будем стучаться Путем покаяния И говорить, Господи, Отверзи нам Недостойным И грешным. Не отвращайся от нас Ради имени Святого Твоего, Но смилуйся над нами И не лиши нас Царствия Твоего. Ты есть Бог Отчаивающихся, Спасение всех Прибегающих к Тебе, И Твое есть Царство И сила И слава С обезначальным Отцом И всесвятым И благим И животворящим Духом Ныне и пресно И во веки веков Аминь.